Будет где помолиться. На встрече губернатор Михаил Мени, митрополит Иваново, Вознесенский, Ивичугский и Осев обсудили вопрос о строительстве кафедрального собора в Иванове. Напомним, что место на улице Лежневской уже выбрано. Однако только на подготовку территории потребуется еще несколько лет. Ни о каких бюджетных деньгах речь не идет. Единственное, что муниципальный бюджет будет тратить средства на расширение улицы Лежневской. Вы знаете, у нас там два этих бутылочных горлышка есть. И частично это будет способствовать и расширению этой площадки. Но часть средств придется искать и городу, и епархии из внебюджетных источников. Для расширения некоторых участков Лежневской, Бубнова, Постышева потребуется 250 миллионов рублей. Кроме того, нужно еще расселить ветхие дома, которые помешают строительству дороги и собора. 57 земельных участков, которые нуждаются в выкупе. Поэтому большая часть, еще раз хочу сказать, собственников официального видом лена об взятии под муниципальные нужды. Строительство явно затягивается на долгие годы. А между тем, нынешний кафедральный собор во время пасхальных и рождественских богослужений не вмещает всех желающих. Люди остаются на улице. Митрополит Иосиф нашел решение этой проблемы. Сосредоточить усилия строительного комплекса, представителей бизнеса и провести работы на Успенском храме, для того, чтобы после освящения он мог стать кафедральным собором и на несколько лет решить проблему как раз вместимости православных верующих. Успенский собор станет на время кафедральным. По площади он в два раза больше ныне действующего. Основные работы закончены, осталась отделка. Губернатор идею одобрил и попросил в течение года открыть собор для православных верующих.